Девочка-пай О, Костя, как хорошо, что ты здесь. Ну, играй со мной. Давай, начнем. Так, знаешь, что будем играть, вот это вот есть такая вот советская игра, еще была, летела ворона. Ну, поехали, давай. Да, да, давай, так. Поехали. Летела. Ворона. Читала. Газету. Под номером. Два. Раз. Вот ты и проиграл. Да что ж такое-то, а? А это значит, что ты сейчас идешь со мной на девятую студию. Ну, хоть я и проиграл, но сегодня все выигрыши, потому что девятая студия начинается. Что ж, пойдем. Вот так вот легко, видишь, я нашла ведущего. Да, да, вот так легко. Раз, два, буквально. На раз, два буквально. Проиграл и идешь уже вести. Я была и нашла, что бывает такое. Это девятая студия, друзья. Мы начинаем прямой эфир, как всегда, вечерний, целый час. Мы будем общаться вместе с вами. И также, как вы видите, у нас сегодня премьера. Константин Салтанов пересел в это кресло. Да, друзья, добрый вечер. Ну, спешу, Алена, тебя исправить. Это не премьера. Я здесь был уже в прошлом году. Да, здесь на твоем месте сидел Максим Кропотов. Но сегодня нет, его нет. Это Алена Милина, друзья. Это амбассадор девятой студии. Хорошего настроения каждый вечер. Кстати, премьера, потому что именно в таком тандеме мы точно никогда не вели. Поэтому сегодня, друзья, вот у нас можно поздравить. Возможно, нас, возможно, Константина. А можно и себя. Всех вас уже поздравить. А, потому что вы сегодня здесь, вы сегодня отдыхаете, вы сегодня будете в хорошем настроении. Потому что, несмотря на то, как прошел ваш день, если вдруг даже что-то не задалось, девятая студия призвана для того, чтобы поднять настроение, подарить вам подарки. Ну и, конечно же, теплое, классное общение. А это все здесь. Что мы будем делать? Да, что мы будем делать? Мы, естественно, будем обсуждать сегодня тему нашего вечера. Ваша любимая игра из детства, я так понимаю. Может быть, любимая или просто, которую, возможно, вы играли. И помните, да, ваша любимая игра из детства. Из прошлого, даже так можно сказать. Может быть, не из детства, из вашего, из юности, из молодости. Все можно вспоминать. И писайте нам в комментарии в нашей группе «Девятка ТВ Вконтакте». Уже есть пост с прямой трансляцией. Заходите туда, смотрите нас в прямом эфире через ваши гаджеты, компьютеры, лэптопы, ноутбуки. Все что угодно. Все гаджеты, где есть возможность смотреть через интернет, мы здесь. Мы в них. Под этой трансляцией есть комментарий. И там пишите ваши любимые игры из прошлого. Да, друзья. Ну, а также можно нам позвонить. 35 14 04. Телефон прямого эфира. И, например, вчера нам дозвонилась одна чудесная девушка. Между прочим, Арбаш. Она у нас была на связи. Сразу же получила подарок. Почему бы и нет? Вы тоже можете этим воспользоваться. А что за подарки, спрашивают нас зрители. Я уже это слышу. Да легко расскажем. Во-первых, друзья, вот этот сертификат, который уже стал бестселлером нашего проекта, так скажем, он очень круто разлетается. Все, кто зрителей выигрывал, они говорят, это классная игра. А игра эта называется «Угадай мелодию». Вот это та самая игра, да, наша любимая. Ну и, конечно же, друзья, это сертификат на вкуснейший ужин в одной из заведений нашего города. Выиграйте, приходите туда, пишите свои отзывы. Можете нам даже писать, как вам ужин, как вам кухня. Мы обязательно все учтем. И, естественно, все это дело запишем. Ну, а также, друзья, у нас есть классный для вас такой анонс. Дело в том, что уже в эти выходные, субботу, 22 июля, пройдет потрясающее мероприятие, которое уже стало, мне кажется, что ежегодным. А это Самфест 2023. Где он пройдет? Это загородный комплекс рыбопила, друзья. Масштабный, единственный в Кирове фитнес-фестиваль под открытым небом. Что нас ждет? Огромное количество зон активности. Так, во-первых. Гонки на сапах, йога, медитация, турниры по футболу, волейболу и другим видам спорта. А также, друзья, внимание, мисс бикини. И в прошлом году это был просто конкурс, мне кажется, куда сбежались все, весь город. Это действительно так и было. Я был на том мероприятии. Знаете, как-то народ уже подустал к тому времени, когда должен был быть этот конкурс мисс бикини. Но как только со сцены было объявлено, что сейчас появятся красивые дамы в купальниках, мгновенно вся поляна была заполнена и мужчинами, и женщинами, и, в общем-то, всеми желающими, кто хотел на это смотреть. И конкурс просто собрал самое большое количество аплодисментов и восторженных отзывов. Между прочим, мы будем генеральным информационным партнером этого мероприятия. А это значит, что вас еще там ожидает зона «Скажи» с подарками. Ну, а также мы будем там снимать сюжет, который вы потом увидите, конечно же, в девятой студии. А еще есть важное. Для детей и всех, кто запишется на активности, вход будет бесплатный. А для всех остальных будут продаваться билеты на входе. Поэтому, друзья, записывайтесь на активности. И вперед увидимся 22 июля, друзья, в загородном комплексе. Да. Ну вот такая вот, друзья, полезная для вас информация. Ну что, девятую студию можно открывать? Можно открывать. И сегодня, 18 июля, отмечается праздник, День Тетриса. Именно поэтому сегодня у нас вопрос вечера, какая ваша любимая игра из прошлого. Так вот, друзья, в чем же секрет популярности Тетриса до сих пор? Пытался узнать Ефим Зинченко. В этом году Тетрису исполняется 39 лет. Но, несмотря на свой возраст, игра до сих пор популярна и продается большими партиями. У простой, на первый взгляд, игры есть свой секрет, благодаря которому ее актуальность не теряется десятилетиями. Ну, секрет на самом деле прост. У Тетриса очень низкий вход для начала игры. Да, то есть, если современные игры вам предлагают пройти двух-трехчасовое обучение, то у Тетриса вам достаточно нажать на две-три кнопки, вы уже понимаете, как двигается фигура. Таким образом, вы, как игрок, очень быстро получаете результат и, соответственно, удовольствие от сокращения строк. Современные игры, как и Тетрис, развивают аналитику, скорость реакции и оказывают хорошее влияние на мозг человека. Но Тетрис, несмотря на хорошее качество своих последователей, занимает отдельную нишу в мире электронных игр. Но я бы выделил все-таки Тетрис в отдельную когорту игр, не связанных с большими дорогими видеоиграми. Все-таки это отдельная ниша. У нее есть последователи, есть подражатели, такие как Арканоид и прочие игры. Но все-таки Тетрис немножко отдельный сегмент в видеоиграх, я бы сказал. Эволюция игры отобразилась только в дизайне ее носителя, так как создатель Тетриса Алексей Пажетнов строго оговорил правила – количество фигур и размер поля никогда не должны меняться. Зато, благодаря развитию современных технологий, Тетрис стал по-настоящему вездесущим. Тетрис был портирован везде – на все консоли, на все портативные консоли, на компьютеры и так далее. Самой мощнейшей эволюцией Тетриса, как мне кажется, явилась довольно свежая игра Тетрис Эффект для шлемов виртуальной реальности. То есть мы дошли от такого и от такого до Тетриса в мире виртуальной реальности, где игрок уже с помощью двух контроллеров сам берет и кладет фигуры на поле. Это, я считаю, прямо высшая пиковая точка Тетриса. Благодаря тому, что Тетрис портировали на все возможные устройства, прямо сейчас мы с Никитой можем устроить самый настоящий Тетрис батл и узнать, кто из нас лучше складывает кубики. Ну вы хоть поддайтесь мне немножко. Я поддаюсь. Я отвлекаюсь на Тетрис и не могу сформулировать мысль. Никита, вот у нас с вами сейчас самый настоящий батл. Расскажите, пожалуйста, проводят ли такие соревнования в мире? Может быть, вообще чемпионаты мира по Тетрису существуют? Чемпионаты мира по Тетрису, они не просто есть, они идут на постоянной основе, соревнуются игроки со всего мира. Используются там джойстики более классической квадратной формы. И игроки на этих соревнованиях, как правило, управляют Тетрисом, держа джойстики вертикально, зажимая крестовину определенным образом и второй рукой, часто переворачивая фигуры. Сделана такая фиксация для того, чтобы кисть меньше уставала, поскольку соревнование может идти между двумя игроками по 8 и даже по 10 часов. Несмотря на то, что сейчас очень много игр с качественной графикой, захватывающим сюжетом и многомиллионным бюджетом, Тетрис продолжает находить новых поклонников по всему миру. Все дело в том самом секрете этой игры. Тетрис дарит эмоции быстро и не требует никакой подготовки для начала игры. Это основной секрет его успеха. Я думаю, что он будет перерождаться еще в каких-то видах, но актуальность он точно уже не потеряет. Игра в Тетрис – это не только развитие и польза для мозга, а еще и модное занятие. Будьте в тренде, играйте в Тетрис и ставьте новые рекорды в мире этой игры. А Тетрис продается до сих пор? У тебя в детстве был Тетрис? Конечно, у меня их было великое множество. Я вот сейчас посмотрел на этих профессионалов, которые сидят вот так. Вот они же даже не смотрят на кнопки, они уставились в экран и смотрят, что же там происходит. Им даже не надо кнопки запоминать, они уже все знают. Это такая скорость огромная. Это профессионалы, что с них взять? Да, ну, кстати, кто устанавливал тоже рекорды в Тетрисе, напишите нам в группе ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Также можно вспомнить, какие рекорды вы устанавливали в других играх из прошлого. Возможно, это были не электронные игры. Все мы играли в детстве, например, в какие-нибудь дворовые игры. Поэтому пишите их, мы совсем скоро будем читать ваши комментарии. А сейчас у нас будет игра более современная, потому что на связи Ефим Зимченко. Привет! Привет-привет, ребят! Ну, вечер для меня начинается с удивлений, Константин. Обычно мы пересекались вот тут. Но все течет, все меняется. Ты же занял его место сегодня, а он вот это. Всятое место пусто не бывает. Тем более еще Константин проиграл в игре. Все честно проиграл. Все по-честному получается, хорошо. Я очень рад приветствовать вас и встречаю вас, как всегда, с игрой. Играть мы очень любим. Я поиграл в Тетрис, вот пришел к вам с нейросетями. Так, нейросети, что это за игра? Молодежь со своими соцсетями сейчас, ну давайте, удивляйте Ефим. Молодежь, да, с нейросетями этими. Ну, пришел к вам с четырьмя песнями, которые из-за меня нарисовала нейросеть. И по картинке вам нужно будет отгадать эту песню. Буду очень рад, если наши зрители подключатся к нам и попробуют поиграть вместе с ребятами. Да, пишите свои варианты ответов в группе ВКонтакте Девятка Тойкиров. Прежде чем я, как любитель музыкальных различных вот этих вот квизов, я хочу задать вопрос. Это будет строчка из песни или это будет строчка из припева? Это будет припев. А, припев. Ну, вот это уже. Ну, зачем мы так-то название угадываем, Константин? А, ну давайте туда и будем название угадывать. Давайте, поехали, певая. Поехали. Вау, свет в твоем окне. Я для тебя не погасил свет в день. Нет, ребят, сразу мимо. Не Алсу? Сразу мимо. Посмотрите, свет как будто... Как вам так намекнуть-то мягко? Не рассеян, а наоборот сосредоточен. Сосредоточенный свет есть. Песня, сосредоточенный свет, такого нет. А Ясный мой свет, может быть, это Татьяна Буланова? Нет. Ясный мой свет уже был, я приходил с Ясный мой свет. А вот это уже другая песня. Из очень известного мультика. Из мультика? Из мультика. Солнышко мое, вставай, может быть, нет? Ну, нет. Из мультика. А, не из мультика. Из мультика. Луч солнца золотого. Да. Отлично. Луч солнца золотого, Услим Магомаев, мультфильм Бременских музыкантов. Это из Бременских музыкантов. Да. Отлично. Странно, что Ефим знает, да? Ну, ему вообще стоит отдать дождь, что он такое знает. Ну, вы уж, ребят. Хорошо. Малдо удал, как говорится. Один, ноль, есть. Дальше поехали. Давайте дальше. Такая-то пара, над ними птичка, птичка, ястреб какой-то с большим колебием. Ну, это какая-то неизвестная пока что в природе письма. Черный ворон, что ж ты вьешься над моею головой? Я, к сожалению, не знаю, кто ее исполняет. Но как же мне нравится, когда вы начинаете петь, вы не представляете. Но не туда. Да что ж такое-то, опять ему не то. Птица счастья завтрашнего дня. Нет. Выбери меня. Выбери меня. Да. Имеют ли отношение вот эти люди, что они вдвоем умеют? Конечно. Или птицы все-таки важнее? Песня про любовь. Понятно, что про любовь. Песня про... А птица здесь же, ну, имеет какую-то основополагающую роль? Основополагающую нет. Основополагающую нет. В этой птице завуалирована душа. А я-то думала, одинокий голубь на карнизе закона. Тоже, может быть, эта группа Яна исполняет. В этой птице завуалирована душа. Душа? Душа пролетает над нами, что-то такое? Нет. Почему нет? Душа летит. Душа рвется. Так, душа летит. Действительно, такие слова там есть. А, душа летит. Есть такие слова? А, исполнитель, не подскажешь? Группа. 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 Душа летит. Душа летит. Отстаньте от души летит. Это мало имеет значения. Больше имеет значение высота. Может, это Юлия Савичева песня «Высоко». Группа. А, группа. Но там действительно высоко. Десять летит. «Моя любовь живет на пятом этаже». На двадцать пятом этаже. На двадцать пятом этаже. Группа «Корни» это может быть. Все правильно, да. Это группа «Корни». «Моя любовь живет на двадцать пятом этаже». Я, к сожалению, не Алексей Власов. Не могу брать так высоко ноты, да. Он бы сейчас дополнил. Он бы сейчас, да, здесь вообще расплылся бы в этой песне. Давайте дальше. Давайте дальше. Ой, что это? Японские мотивы, китайские? Это какой-то бассейн, видимо, да? Или водоем? Это не бассейн. Это не бассейн. Обращаем внимание на стол. На стол. И на то, что у нас на небе светит. Луна. Луна, луна. Нет. Помимо луны что-то светит еще. Фонари. Фонарики какие-то здесь японские присутствуют. На небе. Еще на небе. Звезды. Да. А на небе. А есть такая «А на небе звезды?» Высоко. Ну, естественно, они высоко, да. И до них добраться нелегко. У нас вообще с Аленой свои песни. Да-да-да, Константин, в таких случаях Максим начинает придумывать. Да, легко. Подожди, мы все-таки, знаешь, за правило придерживаемся твоей игры. Звездочка моя. Ясная. Ясная. Да, может, она, может, эта песня. Тоже не оно. Ох, ехе-хе-хе. Не звездочка и не та песня. Но давай так. Есть слово «Луна»? Луны? Нет. Есть звезды. И оно самым первым словом. Такие девушки как звезды. Звезды первым словом. А звезды? Звезды как она. Да. Пойдет. Почему нет? Можно середины взяли. Смотрите, есть звезды. А вот обратите внимание на стол. Вечером что происходит? Ужин. Ужин. Ужин под свистой. Ужин. В этом мире только мы одни. Понимаете, слова-то вот уже правильные, а песня не та. Звезды. В задолужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Делить с тобой. Все правильно. Оставаться нужно. И быть с тобой. Что-то это. И, по-моему, Денис Майданов ее исполняет. Нет, это группа 30-02. А, ну, по голосу просто похож. Хорошо, давайте еще одну. Давайте еще одну. Вот здесь вот уже придется, даже не знаю, как вам подсказывать, но тут тяжеловато. Луна, луна. Опять же, луна, луна, цветы, цветы, цветы. Какой-то мальчик из аниме. Давайте разбираться. Какой-то мальчик из аниме на фоне неба. Что же ты ищешь, мальчик-бродяга. В это и забыто. Нет, не та песня. На стиль внимание можете обращать, но только если с эстетической точки зрения. Именно так увидел эту песню нейросеть. А это небесное светило или это просто большой такой новогодний шар? Это вообще другая планета. Не знаю, научусь летать с тобой на небо. Нет. Нет, что ж такое-то. Исполняет группу, даже дуэт, я бы сказал. Дуэт. Мужской. Мужской. Да. А современный или из каких-то тех годов? 2008 год, если быть точнее. 2008 год. Дуэт. Чай вдвоем, что там было? Мы только такие дуэты помним. Он красиво свечи загадал желание, чтобы в этот вечер. Это не группа чая вдвоем. Как же жаль. А больше мы не знаем в 2008 год ничего. А больше я каких-то красивых мужских дуэтов, да. Так, к сожалению. Так, давайте я вам немножечко подскажу. Так, так, давай. Здесь планета почему нарисована? Ну, то есть это все-таки планета. Это планета. Потому что на другой он не встретил ее. И никогда не встретил. На другой планете нет тебя. Нет тебя. Во всем мире. Ему кажется, что никогда. Такую не встречал. Слушай, ну здесь как-то сложно пошло. Я предлагаю нам, мы все, а мы не можем, потому что у нас уже предел. Хорошо, давайте вот так вам финальная подсказка. И если не угадываете, то говорю вам ответ. Кажется, никогда. Кажется, никогда мы ее не отгадаем. Кажется, никогда мы ее не отгадаем. Если будешь тянуть еще время, мы погрязнем в твоих музыкальных изысканиях. Итак, кто это? Кажется, никогда нам на планете этой не встретится. Группа Ума Турман. Песня «Кажется». Знал такую, я даже не знала. Нет, то, что группа Ума Турман есть, я знаю. Это два брата, по-моему. Кажется, никогда нам на планете этой не встретится. Это, по-моему, братья Крестовские, да. Но то, что у них есть такая песня, я вот не знал. Причем она еще популярнее, чем «Девочка Просковья». Самая первая в их чарте. Ну как? Как-то Ума Турман я не очень слушала, но, друзья, если кто-то фанат, то, пожалуйста, посмотрите, как ее изобразила нейросеть. Ну что ж, Ефим, спасибо тебе огромное. Скажи, пожалуйста, а твоя какая любимая игра, возможно, из прошлого? Моя любимая игра называлась «Московские прятки». Это когда мы прячемся, а ведущий, тот, кто ищет нас всех, условно говоря, нашел меня, увидел. Говорит, Ефим, я тебя вижу, и моя задача – быстро подорваться и быстрее него добежать до так называемой «стукалицы». «Тукалицы»? Да, «стукалицы» – это определенное место. Да, да, да. Определенное место. Если я прибежал быстрее, то я выиграл. В моем детстве это были совершенно обычные прятки, и надо было просто добежать и достучаться. «Туки-туки», я, что, собственно, и сказала Алена. Никакие не московские, а совершенно обычные. Ну вот на периферии. Ты, видимо, в Москве был, а мы на периферии. У нас были просто школьные прятки за школьными столбами. Да. В общем, Ефим, хорошего тебе вечера. Отправляйся, возможно, немножко поиграешь в Тетрис еще, а может быть, с нейросетью что-нибудь еще и позагадываешь. Ну а мы прямо сейчас будем ужинать, друзья, и у нас вкуснейший салат для жаркого дня. Ням-ням. Всем привет, меня зовут Зубков Роман, и сегодня с вами на ужин мы приготовим салат с запеченной уткой, апельсином и муссом из сельдерея и яблока. Для этого нам понадобится лист салата, запеченная утка, апельсин, яблоко, стебель сельдерея, помидоры черри и сливки. Первым делом почистим яблоко. Далее очищенное яблоко мы нарежем дольками. Затем нарежем сельдерей, произвольной нарезкой. Затем нарезанное сельдерей и яблоко мы закинем в кипящую воду и проварим 15 минут. Пока яблоко из сельдерей будут вариться, мы подготовим остальные продукты для салата. Начнем с апельсина. Затем помидоры черри нарежем пополам. Далее нарежем запеченную утку слайсами. Затем нарежем салат айсберг. Сельдерей и яблоко у нас сварились и мы приступим делать мусс. Когда яблоки и сельдерей пробились до однородной массы, нужно ввести сливки. Для подачи нашего салата все подготовлено и мы начнем его выкладывать. Начнем с айсберга. Далее выкладываем апельсин. Помидоры черри. Печеную утку. И сверху поливаем нашу муссу. Украшаем листьями петрушки. Наш ужин готов. Сегодня это салат с печеной уткой, апельсином и муссом из сельдерей и яблок. Он прекрасно восстановит силы после жаркого трудового дня. Я желаю всем хорошего вечера и приятного аппетита. Приятного аппетита всем тем, кто прямо сейчас ужинает или, возможно, пьет чай или лимонад. Мы не знаем, но в любом случае, чтобы вам было вкусно. А сейчас мы будем читать ваши классные комментарии в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров. Напоминаю, что сегодня мы говорим про то, какие игры из прошлого ваши любимые, в какие вы играли. Возможно, были победителями. А может быть, проигрывали, кто знает. Но это уже не важно. Главное, сам процесс этой игры. Классные подарки сегодня вас ожидают. Ну что ж, поехали читать. Конечно. Оксана Скопина открывает наш эфир. Моя любимая игра из прошлого – это «Светофор». Он, кстати, первый раз такую услышал. Ведущий становится спиной и говорит цвет. Нет, я такую точно играла. Это было интересно. Я вот такую не помню. А в чем смысл-то нужно... Если он угадал, он в следующую очередь... Там, чтобы у тебя, по-моему, был цвет в одежде. Что-то такое там было. Светлана Васенина. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Давайте лучше всего будем писать на общих основаниях, а не звонок. А это, между прочим... Почему это? Почему это вы такие правила придумываете? Между прочим, это наоборот. Есть зафиксированное правило девятой студии. Есть звонок. Это же, между прочим, что это такое? Это смелость проявиться с собой, набрать эти цифры, друзья. Поэтому за эту смелость мы и дарим подарок. Да, 35-14-04. Вот прямо сейчас можете взять в руки ваш смартфон, набрать эти шесть заветных цифр, и прямо сейчас оказаться в эфире девятой студии. Смелость вознаграждается. Салочки, прятки, краски, день и ночь. Вот такие вот игры. И с мячом были выше баллы. Интересная игра. «Ой, я боялась эту игру, потому что меня всегда вышибали». Я никогда не боялся этой игры, потому что я был отличным метателем различных снарядов. Еще бы. Которые мы вышибали. И всегда остался последним, несмотря на свои уже в детстве большие габариты. Евгения Джесс пишет нам. «Добрый вечер. Во что мы только не играли. Московские прятки, те самые, да, казаки, разбойники. Наступалы выше ноги от земли. Это было замечательное детство. Что за игра «Наступалы» меня заинтересовала? «Наступать тебе, чтобы никто не наступил тебе на ногу». «Наступалы». Всем известная игра, Константин. Вот Алена у нас знаток вот этих вот игр из прошлого. С тобой просто никто не играл. Константин наступал, и с тобой опасно. Мария Слобожанина. «Поколение уходит, хоть тут пожалуюсь. Рассказала дочке считалочку Энни Бенни Рикитаки. Она мне сказала, мама, такого не бывает. Ты сама придумала». Нет-нет-нет, такая бывает. Там есть продолжение еще. Причем оно было всегда у многих разное во дворах. Анастасия Чикишева дальше. Да, Анастасия Чикишева пишет. «Нам самая любимая игра – это «Краски в коробку». Вспомнила, что аж прослезилась с удовольствием, и сейчас поиграла в нее. «Краски в коробку». Ален, ты вот как… Вот это я не помню, если честно. Да, что это за «Краски в коробку». Ну, я бы тоже поиграла с удовольствием. Еще играли в «Театр теней». Тоже пишет Евгения Джесс. Отлично. Ольга Кудрявцева пишет, у нас любимая игра всей семьи. Это «Лото». Играли вечерами, и даже были маленькие сладкие подарочки. Ой, хорошо. «Лото» с семьей – это просто вообще… Да, барабанные палочки, гуси-лебеди, и вот это вот топорики. Ой, ой, все. Класс, слушайте. Дальше. Это Анастасия Чикишева. Еще любила тамагочи, долго за ним ухаживала. Потом мне разрешили завести собаку, и я забыла про своего электронного питомца. У меня тоже есть история. В Новый год мне подарили тамагочи, и он тут же у меня почему-то покинул. Покинул тебя этот мир. Меня в несколько часов буквально реву было в Новый год, вы бы знали. Но, насколько я знаю, вот сейчас тамагочи, спустя вот там 20, вот эти 30 лет, они снова начинают приобретать популярность. Я надеюсь, что эта популярность дойдет и до России, и мы снова все будем пытаться прокормить с помощью вот этих вот кнопок или чего-то там… Уже их продают. Да, питомцы этого. Светлана Васенина пишет нам, продолжает. Больница, семья и парикмахерские. Ролевые игры, как в садике. Еще у нас пластилиновые куклы репила с соседками, принцы и принцессы. Еще было игры в песочнице, пекли пирожки и тортики из песка. Отлично. Светлана Васенина еще пишет, что «Польский фильм был популярный «Три танкиста и собака». Вот в героев этого фильма мы и играли». Еще и Елена Орлова «Все играют, становись, кто ведет, не торопись, только чур не хмурится, а последний жмурится». Жмурки нравились в детстве. Далее у нас было и «Деревянное домино» от Нины Дряминой, и, между прочим, «Ручеек» от Елены Орловой. «Электровикторизм, чудо-огонек», если правильный ответ на вопрос, «Огонек загорался». Да, я помню, это вообще очень-очень старая игра. «Электровикторина». «Электровикторина» была вот такая, да, в общем, это очень крутая. А тут еще «Тетрис» Никита, малых нам пишет, «Резиночки» Мария Слобожанина. И еще Нина Дрямина «Я скачу, я верчу, новую скакалку хочу». И еще Ирина Тетенькина. Да, Ирина Тетенькина тоже нас приветствует, добрый вечер. У нас было столько игр «Тише едешь», «Хали-хало», «Вы поедете на бал», «Клумбамба», но самую любимую придумали сами, это под названием «Ресторан». Было меню, бумажные деньги рисовали, копеечки вырезали. Сидели на маленьком стульчике, а табуретки были столом. Ели кукольными ложками и вилками из кухонных тарелок. Еда настоящая, только микродозы. Мама была в восторге, а насильно кормить нас уже было не надо. Отлично вообще. Классная игра. Ну что ж, друзья, сегодня действительно такое погружение в детство. А сейчас мы будем продолжать эту тему уже с нашей гостей. А кто она, вы узнаете прямо сейчас. Встречайте, сегодня в гостях у девятой студии идейный вдохновитель ивент-агентства, продюсер и креатор Екатерина Наймушина. И сегодня вы можете задать нашему гостю абсолютно любой вопрос. А вот она, Екатерина уже здесь, в нашей студии. Добрый вечер, добрый вечер. Как ваше настроение этим вечером? Слушайте, настроение отлично. Наконец-то в Кирове лето, и это не может не радовать. Надеемся, что эта летняя погода продлит и порадует нас больше. Потому что я наконец-то хочу покупаться. Несмотря на то, что уже скоро август, я еще не открыла купальный сезон. Ой, я тоже. Ты, конца. Я? Нет, это не ко мне. Да, это не к вам. И не ко мне тоже. Видимо, мы все в таких рабочих процессах. Но на самом деле то, что было до этой жаркой погоды, это идеальная погода для организаторов. Ну, я не считаю тот момент, когда затопила весь Киров. Вот, поэтому приятная, чудесная погода. Ни жарко, ни холодно, ни дождливо. Просто великолепно. Самое то для мероприятий. Да, естественно. Которых очень, к слову сказать, радостно, что у нас в этом году их много. Я думаю, что это благодаря в том числе и поддержке грантовой губернатора. Город добрых соседей, наверное, вы об этом слышали. К вам приходили гости в студию. Очень радостно, что прям город в этом сезоне пестрит яркими фестивалями, праздниками. Так, а расскажите, какие вы уже провели, возможно? К чему руку приложили, так сказать? Мы руку приложили к открытию летнего сезона 1 июня на городском пляже «Титаник». Мы провели фестиваль воздушных змеев «Арт неба». Собственно говоря, продолжаем традицию семейного отдыха. Ну и дальше пошла череда событий от коллег, что не может не радовать тоже. Вот скажите, что самое важное в летних праздниках? То есть, что нужно учесть? Потому что погода же непредсказуемая у нас в Кировской области. Но все равно, как решиться, как предусмотреть, возможно, все? Есть ли какие-то нюансы? Ну, нюансов, безусловно, очень много. В зависимости, конечно, от площадки. Если это открытая площадка, лучше предусмотреть какие-то закрытые локации, если на случай дождя и непогоды в том числе. Либо выбирать какие-то такие интересные активности, которые можно, собственно, и в дождь реализовать. Ну или если в случае, да, пошел дождь, быстренько переформатироваться на какое-то дождевое мероприятие. Это да, танцы под дождем, да, прыжки через самую большую лужу, в общем-то, катание на пленке, по воде, да. А еще, знаешь, что организаторы, они очень любят договариваться с погодой, когда им нужна какая-то определенная, да? Это точно, да. Я думаю, что это просто мастхэ всех организаторов. Танцы с бубнами накануне, чтобы погода нам сопутствовала. А вот у вас есть какой-то ритуал по призыву хорошей погоды на мероприятие? Или оберег какой-то специальный, да. Да, я же говорю, мы танцуем с бубнами. Серьезно, просто берем и танцуем. Отлично, все записали. Все с бубнами, команда, привет. Так, хорошо, впереди еще много также мероприятий, я так понимаю, что у вас, да, этим летом. Расскажите что-то о них. Да, впереди очень много мероприятий, но мы как-то в это лето, в август, наша команда подрядилась на федеральный проект, и так получилось, что мы успеваем запрыгнуть в последний возрастной вагон мероприятия от Росмолодежи и участвуем в старт-арте, такое федеральное мероприятие, где собираются все креативные предприниматели со всей России в Крыму, обучаются и обучают сами своим навыкам и компетенциям. А также мы прошли в конкурс «Твое дело», это тоже федеральный проект от Росмолодежи. Будем представлять наш регион, рассказывать, как мы делаем креативные, интересные события. Как-то много всего. На Ивовгу вот решили в этом году тоже съездить, командой представиться в креативную мастерскую, тоже поучиться, себя показать, на людей посмотреть. Потому что учиться никогда не поздно, нужно в этой сфере развиваться, держать руку на пульсе, так скажем. Привозить в город интересные фишки федеральных мероприятий, так скажем. Так, это, конечно, очень важно. Смотрите, у нас сегодня такая тема, это игры прошлого, да? А есть ли какие-то тоже конкурсы, возможно, или то, что сейчас возрождается и как раз-то, наоборот, набирает популярность? Что люди просят, возможно, на то, что было давно когда-то? Ну, мне кажется, нестареющая тема – это вечеринки в стиле 90-х, вечеринки в стиле 80-х. Вот это, так скажем, на волне и у коллег в том числе. И очень популярная тема – это настольные игры. Все интегрируют их так или иначе в свои летние проекты. Вот, то есть это и в шашки игра, и в шахматы, да? И прыгать в резиночки, то есть вот такие, если это уж совсем из прошлого. Но есть, конечно, интерпретации много интересных и новых настольных игр. Вот, поэтому это всегда такой обязательно. Вот у нас есть такой пунктик, мы всегда выставляем какие-то интересные игры. Ну, во-первых, это развивает связь поколений, бабушки обучают там своих внуков, родители вспоминают, как они играли, как это было здорово. Ну, вот для взрослых, я так понимаю, вот это понятно, то есть это какая-то ностальгия по детству, по молодости, по юности. А вот когда приходят современные дети, которые… Да ну, что эти ваши игры, мы все в телефонах, у нас вся информация в гаджетах, как их увлечь вот в эти… Ну, мне кажется, это миф и стереотип, потому что у детей это уже с врождением, так скажем, заложено, этот инстинкт игры. То есть они не могут без игры. И какой бы формой она ни обладала, гаджеты это или это просто форма какой-то коммуникации между людьми, они в любом случае хотят играть и всегда играют. Потому что игра – это развитие, так или иначе. Они себя пробуют, исследуют что-то новое. Поэтому если ваш ребёнок не может отлипнуть, да, от телефонов, скорее всего, вы просто не предложили ему классную игру. Я думаю, что можно будет посоветоваться, и Екатерина с удовольствием что-нибудь… Или наоборот, пригласить её, и она уж точно сделает, как говорится, праздник на все сто, когда ребёнок забудет о телефонах. Да, это точно. Ну, можно и интегрировать и телефоны. Сейчас это тоже очень популярно, так скажем, в регионах. С помощью гаджетов делать интересные квесты и игры. То, что все же стараются как-то быть в тренде, на волне, чтобы детям в том числе тоже было интересно. Так что телефон – это не всегда зло. Ну что ж, друзья, вы можете задать сегодня абсолютно любой вопрос. Пишите в группу ВКонтакте «Девятка Твой Киров». Сразу после нашего сюжета мы вернёмся и будем их адресовать Екатерине. ВКонтакте «Девятка Твой Киров» не заложим-то. Нет? Ну-ка, давай проверим. Летс го! Заложим-то, Носи. Заложим. Я тебе говорю, ты вообще опасности не чуешь. Чем пахнет? А? Непонятно? Ладно, погнали. Я тебя сейчас вылечу. Хаю-хай! Хе-хе-хе-хе-хе. С вами снова Виолетта Рудольфовна. Да-а-а! Та самая бабушка, которая знает все секреты мироздания. И даже это. Даже почему в имени Филипп две п, а не одна. Да-а-а. Хе-хе-хе. Не ждите, не расскажу. Бесплатно. А вот за денежку – no problem, как говорится. Тем более бабки рубрики нужны. Да. Именно поэтому, по старой доброй традиции, как говорится, я для вас, Вятус Скалепала, жду пополнения капитала на... Хе-хе-хе. Ну шо, встречай, народ. Бабушкин блог. Party for everybody dance. Come on and dance. Come on and dance. Коль собрался ты в уход, знай, там клеш в тебя найдет. И шоб в тебя мешо не впилось, слушай бабку, сделай милочь. Предвыпускным нам всем внушали, шоб ничо мы не мешали. Ну а щас, где выпускной, так шо смешивай, родной. Пшикалку налей воды и средство два добавь туды. Побрызгай, где будешь отдыхать, и клеш не будет нападать. Ну а эти средства, шоб вам было ясно. Муровин и спирт и пихтовое масло. Party for everybody dance. Если время у тебя нет, нормально завязать в пакет, ботрачишь отдых, а не знай. Колбоса ты деловая. Лови бабушкин хой-тек. Сэкономишь пару сек. Руки в ручки протяни, ухватись и потяни. Повтори еще разок и завязан узелок. Ну а коли до конца досмотрел видосик мой, то не надо мне свистеть, шо капец ты деловой. Ну а коли досмотрел мой видосик до конца, то в комментах ты поставь хэштег Я не деловая колбоса. Обезьяны людьми стали, когда палки в руки взяли. Но встречаются дундуки, которые сдецел криворуки. Развиваются в обратку. Их курявые придатки. Они, шо там говори, в бутыль воды не могут влить. И шо б спасти их кувырялки, на деревьях растут палки. Их в бутыльку опускаешь, струйкой тонкой наливаешь. Вот такой вот есть лайфхук от кривых с рождения рук. Есть еще, запоминаем, дверь, рука и выправляем. Ну шо, с вами была Виолетта Рудольфовна и Йолуй в хуке. Да, подписывайся на мои социальные сети. Ссылочка вот здесь. Ставь лукас, жби как в колоколь. И самое главное, помни, если ты забудешь бабушку, бабушка забудет переписать на тебя квартиру. Вот так вот. Ну шо, с вами был Баблок. Еще увидимся. Пока. Ну а мы продолжаем, друзья. Сегодня говорим про мероприятия, про яркие, про классные, а также про игры из прошлого. У нас сегодня в гостях Екатерина, и она готова на ваши вопросы ответить абсолютно честно и искренне. Екатерина, кстати, организует мероприятие с людьми 500 плюс участников, друзья. Вот так вот, чтобы вы понимали, это очень массовое мероприятие, поэтому я думаю, что вам будет интересно узнать ее опыт. Ну что, вот, например, Елена Калинина говорит, если у вас нет настроения, а праздник проводить надо, как выходить из положения? Ой, я всегда вспоминаю цитаты великих артистов, которые говорят, что сцена лечит. То же самое можем и на себя переложить, что мероприятие лечит. Когда ты видишь людей, которые приходят с горящими глазами, у тебя сразу пропадает все, плохое настроение, и то, что у тебя там 40 плюс температура. В общем-то, мероприятие, люди на мероприятиях своими эмоциями заряжают. Вот Елена Орлова задает нам вопрос, какой самый креативный и интересный заказ вам поступал? Да, очень хороший вопрос. Единственное, что мы о многих праздниках не можем говорить публично. Ну что можно сказать? Так, как они у нас в основном корпоративные. Ну, я считаю, что наш креативный праздник это вот тот же фестиваль «Арт-небо». В этом году мы, опять же, благодаря грантовой поддержке, его красиво оформили, инфраструктурно, так скажем, вдохнули новую жизнь и получаем очень хорошую обратную связь. Все спрашивают, а где вы так красиво нашли идеи, чтобы это все оформить, найти там шатры и еще прочее. То есть вот вроде бы на обычный праздник посмотрели немножечко под другим углом, и людям понравилось, и они вот захотели. Я вообще считаю, что яркие, красивые, визуальные формы на мероприятиях – это самое главное. Это же потом красивые фотографии, память на всю жизнь. Ну и содержательная часть тоже. Супер. Вот, например, Ольга Кудрявцева спрашивает, бывают ли срочные заказы, например, за сутки. И за сколько, вот если такое большое, масштабное мероприятие, за сколько заказчики обычно должны подойти к нему, чтобы вы успели, собственно говоря, все сделать и организовать красиво? Ну, конечно, большие мероприятия организуются гораздо за долгое время, чтобы это все собрать и качественно сделать. Но у нас есть один заказчик, к которому мы уже, в принципе, привыкли к его, так скажем… Вонтанности. Неожиданным звонкам. Неожиданным звонкам. Мы можем собрать мероприятие 500+, за два дня, но не хотелось бы этого делать постоянно. Но такое у нас в копилке тоже есть. Вы ему звоните, Валерий Аркадьевич, вам не надо праздник? Случайно. Ну вот чувствуем, как бы. У нас тут кейс на 500 человек, да, есть. Что через месяц у вас будет праздничек. Хорошо. Еще. Сложно ли попасть к вам в команду? Очень интересна ваша деятельность. Нужны ли вам вообще люди? Да, люди, конечно, нужны. Мы очень любим творческих ребят. Давать им возможность самореализоваться в том числе. Поэтому мы открыты, да, ко всем предложениям. Приходите. А вообще вот на 500 плюс человек, да, когда организуете мероприятие и выше, а сколько нужно вообще, в принципе, какую команду нужно иметь? Ну у нас вот был личный рекорд, 120 человек, команда работала на мероприятии, да. Ну команда была, количество гостей было очень большое. Ну 120, я так понимаю, это не только артисты, это различные... Да, это артисты, подрядчики. Да, то есть, ну вот вся полностью команда, 120 человек. Просто представьте. Была большая. Ну мы, конкретно я имею опыт в организации таких мероприятий. Фестиваль Таврида Арт, который проходит сейчас в Крыму, вот он как-то вдохновил меня. Я была тоже одним из организаторов этой команды, фестиваля. И там вообще баснословная коль. Там только в режиссерской постановочной группе 200 человек работают. Те, кто обслуживают сцену, каждый день мероприятия. И таких группы две. Можете себе представить масштаб организаторской команды. И все мы должны друг с другом взаимодействовать. И это несмотря на то, что есть еще и участники на площадке. А сейчас представьте масштаб мышления. Да, мышление. Зашкаливают чаты и общение организаторов. Один сидит где-то в чате такой, о, идея на 200 человек вкинул. И там пошло это обсуждение. Просто комментарии посыпались. Да, чатов безграничное количество. То есть это сразу ты перестраиваешь мышление. И ты не можешь медлить с ответами. Это вот прям здесь и сейчас все происходит. Интересный опыт. Очень интересный. Так, хорошо. Вот еще спрашивает Ольга Кудрявцева. Мультимедийные решения для проведения мероприятий. Это больше подходит для корпоратива или семейного торжества? И вообще какие сейчас мультимедийные фишки есть в праздниках? Это вообще моя любимая тема. Мультимедия, иммерсив. Мы, кстати, недавно с компанией Оля-ля организовали, я считаю, вообще первоклассное мероприятие. Может быть, это громко сказано, но я не видела у коллег, чтобы они делали что-то подобное. Мы для выпускников Кэппл 11 класса организовали в родине такой целый мультимедийный выпускной, так скажем, целый второй этаж. У нас были и стены, проекция, и целый такой вот интро красивое световое решение благодаря ребятам, тоже коллегам. В общем, было классно. И на это сейчас тоже делают ставки. Этим здорово пользоваться, допустим, чтобы не привозить много реквизита и не тратиться на это. Ну, конечно, все мультимедия, это тоже хорошие бюджеты, если мы хотим получить какой-то качественный контент. Но мы все равно, так как мы люди творческие, хотим реализовываться, хотим что-то интересного, мы с коллегами, конечно, что-то придумываем в рамках тех бюджетов, которые у нас есть. Получается, на наш взгляд, здорово. Хотя бы есть что-то, что мы можем показать подрастающим поколениям. Да, у нас выпускных таких не было еще. У меня тоже выпускного такого не было, потому что когда мы все проводили, у нас было три этажа для организаторов творчества, то есть у нас была сначала тема такая арт-античность, потом они попадали в мультимедийную вселенную города будущего, потом мы там перестраивали весь этаж полностью первый, делали им такой лаунж, ламповую такую атмосферу с песнями под гитару, камина. В общем, это было потрясающе. Надеюсь, детям это запомнится, и вот они будут дальше продолжать творить и реализовываться. Как же сильно поменялись выпускные буквально за 20 лет. Я помню ресторан, танцы и потом домой. Да что там ресторан, столовая. Столовая в школе, ты своими силами делаешь костюм какого-то из бумаги. В общем, это было тоже в наше время. Вот Ольга Кудрявцева еще спрашивает, расскажите, пожалуйста, о форс-мажоре на мероприятии, самый запомнившийся какой-то, что врезалось в память. Из форс-мажора, но опять же из последнего, но слава богу, что это было все отснято, мы приобрели такой биокамин, поставили его на мероприятие. То есть это главная была центровая фишечка, вокруг костра все собирались, и родители. И только все отсняли, отфотографировали, и у него тряснулось стекло. Прям самый неподходящий момент, просто на глазах у всех. Это было, конечно, такое эпичное зрелище. Ну, никто не пострадал, я хочу заметить, но просто что вот такая интересная форс-мажор. Мы делали на него ставку, а он так быстренько и погас. Хотя там было жаропрочное стекло и прочее, прочее. Производитель вот как бы так нас чуть-чуть подвел. Ну, это от энергии, возможно. От энергии, видимо, да. Ну что же, друзья, вы сегодня большие молодцы, очень активные. Тем более, что разговор у нас такой классный. Мы совсем скоро будем подводить итоги и дарить вам подарки сразу после нашей рубрики «Киноанонс». Те фильмы, которые вы можете увидеть на нашем телеканале в течение недели. Семен Бень – это имя бывшего руководителя полиции в городе Хайфа, Израиль. Однако теперь он является самым обычным пенсионером. Как-то раз Семену нужно появиться в Одессе. Там умер его друг и оставил необычное наследство – старенькую таксу. Только попутно Семен выясняет, что товарищу, так сказать, помогли умереть. И поэтому берется за расследование. Оценить картину можно сегодня вечером на Девятка ТВ. Я опрашиваю свидетеля. А я тебе что, не свидетель? Нет, ты жертва. Абсолютно точно. Жертва. Для главной героини Ксении семья была тихой гаванью. Она любила мужа, тот любил ее. Но появился Николай и стал шантажировать героиню ее прошлым. Ксения предпринимает все возможное и невозможное, чтобы муж ничего не узнал. Правда открывается, когда Ксения встречается со своей дочерью, которую она оставила в младенчестве в роддоме. Смотрите 19 и 20 июля на нашем телеканале. Не ломай ты мою жизнь, а. Ты тогда сбежала. За тобой должок. Но это же было так давно. Сарик Андреасян представляет боевик «Мафия. Игра на выживание». Москва. Далекое будущее. Карточная игра «Мафия» стала самым популярным в мире телешоу. 11 человек соберутся за столом, чтобы выяснить, кто из них мирный житель, а кто безжалостная «Мафия». И сейчас я вам скажу, кто вторая «Мафия». И чё, мы так быстро выиграем? На глазах всего мира готовится коктейль из эмоций и чувств. Хитрости, страха, лжи, ненависти, презрения, боли, гордости, страсти, любви и смерти. Ведь выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрёт. Я и представить себе не мог, что всё так закрутится. Да, и ещё один классный вопрос, друзья. Вот мы сейчас как раз обсуждаем, что выбрать, то, что вопросов очень много, вы молодцы. Вот Ирина Тетенькина спрашивает, самые приятные, удивительные слова от заказчика или, может быть, какая-то благодарность необычная? Ну вот мы как раз за кадровым обсуждали благодарность. Первый раз за мою такую большую трудовую деятельность на мероприятие подошёл директор компании, и такого не было у меня никогда в практике. Он лично поблагодарил. У него столько было эмоций, что он подарил просто конверт с денежной суммой. Хотя сам праздник стоил тоже немало, но вот ему захотелось ещё как-то отблагодарить. И вот прям… Лично. Лично. Лично для вас конвертик был. Мы с командой всё разделили, в общем, отпраздновали. Спасибо большое. Ну вот так очень всегда приятно получать добрые слова, конечно, для организатора, получать фидбэк от клиентов. Это очень важно. То есть не только положительные, но в том числе и какие-то пожелания на будущее, чтобы мы тоже учитывали, росли и развивались вместе. Вот такое тоже бывает. Мы даже больше просим, чтобы нам накидывали какой-то негатив, искали какие-то камушки подводные, чтобы мы как-то могли вот в этом… Я же говорю, у нас сегодня честный разговор, поэтому, друзья… Вообще стопроцентный. Да. Рассказала всю информацию. Поэтому, друзья, да, вопросиков было очень много сегодня. Вы такие умнички, мы сегодня вас хотим хвалить. Действительно интересный был разговор. Конечно, конечно. И за кадром был не менее интересный. Когда всё по-честному, тогда всегда всё интересно. И сегодня мы хотим поблагодарить двух замечательных Елен. Во-первых, у нас сертификат «На угадай мелодию» отправляется Елене Калининой. Калининой, всё верно. Поэтому этот сертификат… Поздравляем. Ну, а также, друзья, на ужин Елена Орлова отправляется тоже сегодня была очень активно. Ваши вопросы были прямо в самое-самое сердечко. Тоже поздравляем. Ура-ура-ура. Ура-ура-ура. Ну что ж, спасибо вам большое. Новых идей, новых, возможно, больших глобальных проектов, потому что как раз, я так понимаю, что это вас заряжает, это наполняет вашу команду. Да, просто вообще. Я желаю всем, чтобы вы воспользовались всеми возможностями, которые вам сейчас даёт жизнь, особенно молодому поколению. Это просто я сейчас восхищаюсь, сколько возможностей у молодых творцов проявить себя. Поэтому, ребята, терзайте, все на платформу Росмолодёжь. И, Рик, путь. И, конечно же, если у вас вдруг, мало ли, намечается большой праздник, пусть он будет сделан профессионалами. Потому что вы с удовольствием и сами кайфанёте, и запомните его на очень долгое время. Да, и лично от меня я вам пожелаю чуть побольше, как вы говорили, да, чуть побольше негативных каких-то моментов слышать, чтобы в Мироплоте с каждым разом становились всё лучше и лучше и лучше. Знаете, просто то, чтобы было. Ну вот цвет шариков поменяйте, пожалуйста. Разумер шариков можно чуть-чуть, вот да. Кстати, вот таких вот больше негативных моментов у нас и бывает, как правило, в работе, а всё остальное мы их просто выискиваем. Да, ну что ж, друзья, вот такой вот у нас сегодня юморной немножко, да? Честный. Честный. И с юмором вечер получился. Надеюсь, что он будет продолжаться у вас в таком же ключе. Поэтому отправляйтесь отдыхать, проведите этот вечер вместе со своей семьёй. А мы увидимся с вами уже завтра. Всем хорошего вечера. Пока-пока. 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 Редактор субтитров А.Семкин